Существует ли Бог, это вопрос, который к науке никакого отношения не имеет. Это серьезно. Я знаю, что меня не поймут. Слава Богу, в средние века или вообще куда-нибудь подальше, министерства, всякие агентства, госкомпании, госфонды, это красиво звучащие вещи, которые зачастую противоречат друг другу. У государства есть деньги, если хорошенечко в госбюджете покопаться глубоко. Молодость сам по себе, это не профессия, это не квалификация. Это такой один из ложных дебатов. Респособляемости, живучести. Можно много мыслей иметь в голове, но жить совсем по-другому. С большими баталиями. Ну, надо обсуждать это. Вы в совокупности прожили за границей, именно во Франции, 13 лет, правильно? Чуть меньше, там, 12 с хвостом. И это время, оно пришлось, какая-то весомая часть на Гренобль, на университетскую жизнь. И вот в связи со всем этим у меня вопрос про камерность. Мне кажется, раз вы жили какое-то долгое время в маленьком городе, еще в университете, такой город внутри города, то вам вот близка идея камерности или нет? Вы как-то рассуждали над этим? Это интересный вопрос. Возможно, но я не уверен в этом. Возможно, когда имеешь дело с небольшим масштабом, легче видно старание автора. Вот ювелирные изделия чем интересны? Это очень маленькие изделия, но ты видишь скрупулезность работы, тонкость работы ювелира. То же самое с миниатюрами, с камерными оркестрами, с спектаклями. То, что вот археологи находят, ты видишь все эти изделия, и как тонко, мелко выводили эти черты лица, волосы. Ты видишь там сбрую лошадей на небольшой чаше вот такого, может, размера. Изображаются целые там батальные сцены, сцены из повседневной жизни. Небольшой размер зачастую предполагает глубину работы, глубину замысла. И этим мы и привлекательны небольшие размеры. Но и более глубокое погружение. Конечно, конечно. То есть ты не отвлекаешься на вот, все лишнее отметается, да, как будто бы? Когда большие масштабы, то больше подходит поговорка, лес рубят, щепки летят. То есть есть всегда побочные эффекты, но это прощается, на это не обращают внимания, потому что есть какой-то большой результат. И в этом есть своя прелесть. А вот во всем маленьком, сюда применяется поговорка «малый золотник, да дорог». Здесь вот забота о деталях. Здесь ничего лишнего нет. Здесь никаких щепок, никаких побочных эффектов. Все продумано. Чистота? Чистота, да, конечно. Это другой тип эстетики. В больших масштабах другая эстетика. Там своя прелесть. А вот если, например, взять, что называется, вот нашу крыгызскую жизнь, вот вы могли бы как-то применить вот эти вот категории? В чем мы масштабны? В общем, мы можем использовать относительно вот нашей жизни, нашей реальности вот такое слово, как масштабность? И в чем мы камерные? Ну, наш народ, наша культура, наши традиции, они масштабны историческим размахом. Мы один из редких народов на Земле, существование которого было зафиксировано еще до Рождества Христова, до нашей эры. И это научно доказанный факт, и в этом размах нашего народа. То есть на протяжении тысячелетий, не то что веков, на протяжении тысячелетий сохранить основное, может, ядро культуры, традиций, быта, исторической памяти, сохранить наш эпос, большой эпос Манас, малый эпос. Вот Манас, да, он же тоже в этом чувствуется, вот эта как раз широта. Манас – это абсолютно некамерная вещь, это большой размах. Но за счет того, что он на протяжении веков передавался из поколения в поколение, из уст в уста, продуманность, глубина проработанности этого эпического произведения очень высокая. Рожаешься, когда читаешь этот эпос, видишь, насколько там все тонко, насколько много смыслов содержат стихотворные формы этого эпоса. В этом плане Манас тоже уникальный. Это и большое полотно с большими баталиями, с большими, такими большими мазками написан эпос. И с другой стороны, можно буквально брать каждый абзац, каждую главу и углубляться очень глубоко, потому что проработанность эпоса колоссальна. Я думаю, что это применимо и к нашему народу. Историческая величина нашего существования на планете, она впечатляет. И с другой стороны, продуманность наших традиций, их тонкость, их многогранность напоминает работу ювелиров. Ювелиров древности, современных. Или, возьмите, вот малый эпос, да? Эрп-Туш-Тойк, Курманбек, другие эпосы. Ну вот как раз-таки вообще, в принципе, наличие у нас такого количества эпосов, оно же уникальное или нет? Ну, эпосы есть практически у всех кочевых народов, у тюркоязычных, тюрко-монгольских народов и так далее. Нюргун-Батыру, якутов, гесеру, тибетцев, джангару, калмыков и так далее. То есть это как бы не наша особенность. Но разнообразие и масштаб эпоса Аманаса — это уникально. Можно ли вот в наших проявлениях в жизни, которые мы практикуем, вот сегодня, потому что мы часто же живем идеалами какого-то кочевого прошлого, но вот то, что сейчас происходит, в чем мы масштабные, а в чем более глубокие? Ну, если это антонимы. Мы масштабные, я думаю, в наших амбициях и в наших надеждах, потому что, несмотря на все сложности, на очень тяжелые и, я бы сказал, по большей части неуспешные 20 с лишним лет нашей независимости, мы, тем не менее, остаемся оптимистами. В плане нашего оптимизма мы очень масштабны. Да? Да, конечно. Я бы и по жизнеустойчивости, и по резистентности нашего народа. Что такое резистентность? Ну, это умение сопротивляться тем негативным явлениям, с которыми наши граждане сталкиваются, с теми трудностями, с которыми они сталкиваются. Умение адаптироваться к изменяющимся условиям. Народ был кочевой в советское время, он стал оседлым. И после этого перейти к ситуации, когда большая часть населения торговлей занимается, малым бизнесом. Слушайте, это примеров мало таких в истории, когда народ сумел, вот такой, в историческом плане, мизерный отрезок времени. 100-150 лет наш малый и средний бизнес в Кыргызстане наиболее динамичный, наиболее креативный, наиболее невосприимчивый к рискам во всей Центральной Азии. И вообще, может быть, даже на всем постсоветском пространстве. И вообще, доля, важность частного сектора, не только в бизнесе, но и неправительственного сектора, ассоциаций, всевозможных неправительственных организаций в общественной жизни страны, наиболее высокая во всей Центральной Азии. Если вы посетите соседние страны, Казахстан, Узбекистан, там засилие государства, министерства, всякие эти агентства, эти госкомпании, госфонды. Большая часть того, что в общественной жизни происходит, так или иначе связана с государственными деньгами, с государственными людьми и так далее. А в Кыргызстане большая часть важных событий, она по частной инициативе происходит, частными деньгами финансируется, усилиями людей, которые никак не связаны с государством. И я думаю, это основа еще большей устойчивости и фундамент для очень серьезного социального и экономического развития в будущем. Там, где у нас государство самоустраняется, зачастую еще больше развития. Ну, не всегда лучше, там есть, конечно, вопросы, где требуется активная работа, например, образование. Возьмите сферу образования. Бурное развитие секторов дошкольных образовательных учреждений, непрерывного образования, всевозможные тренинговые центры и так далее. Университетов, уже 63 университета у нас, из них половина – это частные университеты. Сейчас у нас факультеты, университеты, которые предоставляют медицинское образование, очень успешные в плане экспорта образовательных услуг. И там кроется огромный потенциал, на самом деле, не только в медицине. Вообще, Кыргызстан мог бы на полном серьезе рассматривать себя, как региональный центр экспорта образовательных услуг. У нас для этого все условия есть благоприятные. Если бы государство уделило этому должное внимание и необходимые средства вложило бы их в развитие, прежде всего, инфраструктуры, а у государства есть деньги на это, если хорошенечко в госбюджете покопаться, эти деньги легко найти, то можно было бы достигнуть огромных успехов. Но это было бы невозможно, если бы у нас за счет частной инициативы уже не было бы основы. Вот в соседнем Казахстане большие средства вкладывают в ряд проектов образовательных, но они неуспешны. А у нас вложение мизер со стороны государства и очень бурно развивающаяся отрасль. Если вы доходы всех образовательных учреждений сложите, там примерно уже чуть больше 1% ВВП будет. Это серьезно. Это уже достаточно для того, чтобы эту отрасль всерьез воспринимать. Вообще это интересно, потому что люди из самых разных сфер, вот они так говорят, что там в отличие от наших соседей, вот мы там взяли дело в свои руки и сами толкнули это колесо. Вы для себя это объясняли чем-то? Почему именно мы это сделали? Нам было хуже всех или что? У государства казна была пустая, нужно было выживать, поэтому население взяло судьбу в свои руки. Надо отдать должное, что государство может быть старалось и не мешать. Это один из факторов, который способствовал вот этой высокой адаптативности, приспособляемости, живучести в основной части населения нашей страны. Людям просто пришлось в себе вот эти внутренние резервы находить и свое место в жизни находить. Давайте тогда чуть-чуть вернемся в ваши Альпы. Вообще вот Гренобль можно назвать таким прованцем? Все, что вне Парижа, во Франции, это провинция. Обычно принято так воспринимать, что противопоставление столичной жизни, жизнь такая в провинции, она такой носитель истинного среза, такого национального характера, всего национального образа жизни, да, некоторого. Вот у французов как раз есть такое выражение «tranche de vie», да, такой срез жизни, ломтик жизни. Ну, это на самом деле спорный вопрос. Можно ли считать глубинку, провинцию, местами, где сосредотачивается все истинное, присущее этому народу, а столицу, город, как место, где все смешивается, чужеродное, местное и космополитичное, нельзя назвать как исконно французским или крыгызским. Я бы сказал, что это касается не только Франции, а вообще любой другой страны. Ее столица – это такая же неотъемлемая часть этой страны, как и все остальные места проживания. Париж, он такой же исконно французский, как и Лион, Гренобль, Марсель и все остальное. Исконность страны в ее разнообразии. Так же, как и Бишкек, он исконно крыгызский, как и все остальные места проживания в нашей стране. Обычно так не принято думать. Я знаю, что так не принято, но это моя точка зрения, которую я могу обосновать. Бишкек – неотъемлемая часть нашей страны. Образ жизни горожан отличается от образа жизни людей в сельской местности. За это обычно принято стыдить. Вы знаете такую риторику про то, что вот мы в селе, мы знаем жизнь. Конечно, конечно. У нас культ села. А вот вы там жизни не видали, вы там не страдали, вы там работать не умеете. Если взять статистику, то наиболее бедное население, если мы возьмем Кыргызстан, наиболее бедное население – это саманный пояс вокруг города. Можно назвать новостройкой. Это самая бедная часть населения. Потому что в сельской местности есть земля, что-то выращивать люди могут иметь, домашний скот и так далее. Я в среднем говорю. Средний уровень жизни в селе выше, чем средний уровень жизни в этих новостройках вокруг Бишкека, вокруг Аша. Поэтому говорить, что самая тяжелая жизнь в селе, нежели в городе, не знаю. Я бы сказал, что если мы тяжелой жизнью понимаем бедность, тогда я бы сказал, что самая тяжелая жизнь как раз таки в этих новостройках, где очень много социальных проблем, об этом вот и наши сводки криминальные пестрят. Это даже по криминалитету посмотреть, где больше всего криминала. Криминал же не от хорошей жизни, это сложности материальные прежде всего, потом все это вырождение, которое материальным убожеством порождается, материальной бедностью, проявляется уже в психологических проблемах, нравственных проблемах, которые к преступности ведут. Это применимо ко многим развивающимся странам. Если вы возьмете, например, Францию, то самое бедное население – это в пригородах крупных городов. Жители села намного лучше живут, чем рабочий класс в этих микрорайонах, которые вокруг Парижа, вокруг Леона, Марселя. Так что на самом деле все это красиво звучащие вещи, но все это очень спорно, и надо обсуждать это. Давайте вот перейдем к вопросу об интеллигенции. Мне слово «интеллигенция» термин «интеллигенция» не нравится. Я объясню почему. Потому что это тот термин, который столько много побочных смыслов приобрел, и никогда не знаешь, когда человек его употребляет, в каком смысле он его употребляет. То есть очень легко запутаться, когда люди в своей дискуссии используют термин «интеллигенция». Кстати, вот наука о языках говорит о том, что если слово, термин, обрастает многочисленными смыслами, то высока вероятность, что от этого термина рано или поздно откажется. Потому что он функционал слова, то есть полезность слова, то, что оно несет смысл. Если одно слово, оно обрастает большим количеством смыслов, которые зачастую противоречат друг другу, то слово становится бесполезным. Как манкурт, мне кажется, нет? Манкурт там получше ситуации, но интеллигенция – это как раз тот случай. Поэтому я так прогнозирую, что через лет, наверное, 20-30 от слова «интеллигенция» вообще откажется. Но его же используют только, ну, по сути, Россия в дореволюционной его активно использовала. Это термин «зародился» в российской литературе, 19 века этот термин зародился. Он означал людей образованных и с активной гражданской позицией. То есть это люди, которые благодаря своему образованию, высокому уровню познаний, исходя из того, что понималось под высоким уровнем знаний в то время, во-первых, видят несправедливость в окружающем мире, имеют какое-то представление о том, как можно жизнь общества изменить к лучшему, и которые придумывают действия для этого и активно пытаются воплощать эти действия в жизнь. Просто человек образованный, который живет в городе, и который имеет чистую, уютную, отапливаемую квартиру, и который может умные беседы вести, но при этом который никак не участвует в жизни своего общества, никак не пытается изменить жизнь общества к лучшему. Вот в этом строгом смысле слова он не интеллигент. Просто образование, просто эрудиция, она не делает человека интеллигентом. Образованщина это называл, по-моему, Солженицын или кто-то. Ну что вот просто. Да, конечно. И есть люди, которые активны очень в гражданском плане, которые выходят на демонстрации или как-то иначе пытаются поменять жизнь к лучшему, но у которых нет ни понимания того, куда нужно двигаться, или их понимание, видение, оно ведет страну в средние века или вообще куда-нибудь подальше. Таких людей тоже интеллигенция в этом строгом смысле слова назвать будет тяжело. Но я в своем лексиконе слово интеллигенция практически не использую, например. Как раз по той самой причине, что я знаю, что меня не поймут. Если я буду его использовать, не давая там длинное определение, что невозможно в любом разговоре делать, мне просто люди могут неправильно понять. Но у нас же все равно есть такая какая-никакая риторика про эту интеллигенцию. Не то что риторика, у нас есть в этом строгом смысле слова, у нас есть прослойка населения целая, слава Богу, которая подпадает под это определение интеллигенции. Люди образованные, знающие, профессионалы, свое дело в той или иной сфере, которые... Сочувствуют. Не то что сочувствуют, они действуют, и они активно пытаются изменить жизнь к лучшему. Они просто где-нибудь разглагольствуют о том, как нужно жить. Каждая в своей области, в какой-то своей сфере. Правозащитники, например, наши многие, которые очень образованные люди, которые защищают права людей, зачастую ущерб своим собственным интересам, своим собственным комфортом. Это настоящие интеллигенты. Ну, в этом строгом смысле слова. Среди предпринимателей могут быть, бизнесменов могут быть интеллигенты, среди преподавателей, ученых, например, могут быть интеллигенты, а могут быть люди, которые ученые, доктора наук, но которые никакой гражданской активностью не занимаются. Это интеллектуалы? Интеллектуалы, да. Ну, скажем, то, что в Европе, например, во французском языке, то, что и в англоязычных странах подразумевают под интеллектуалами, имеет в виду именно интеллигентов в русском языке. А как воспринимают у нас интеллигенцию, как вы считаете? Ну, какая-то вот другая часть? Ну, по-разному. Все зависит от того, согласны ли люди с теми идеалами, которые они пытаются воплотить. Согласны ли они с их видением процветающего, идеального общества. Когда у людей разные взгляды на эти вещи, конечно, они будут, возможно, отрицательно оценивать действия гражданских активистов. У двух-трех интеллигентов может быть совершенно разное понимание того, что хорошо для этого общества. Кто-то считает, что нужно шариат вести, кто-то может считать, что, наоборот, общество должно быть еще более светским и так далее, и так далее. То есть для вас интеллигенция и те, и другие? Ну, слушайте, есть люди, которые проповедуют более религиозную форму общественной организации, которые очень образованы. Очень образованы. Но акт веры, он зачастую не связан с уровнем образования. Два человека могут быть одинаково образованы, учеными, скажем, высокого уровня. Один будет верующий, другой нет. Наука не дает ответа на вопрос, существует Бог или нет. Она не может ни опровергнуть существование Бога, ни доказать существование Бога. Это акт веры. Это вопрос трансцензентальный, он ненаучный. Существует ли Бог — это вопрос, который к науке никакого отношения не имеет. Поэтому очень много примеров ученых, которые верят в Бога, а есть, которые в него не верят, которые являются атеистами. Вот Бердяев в России был философ такой, который религиозный философ. Можно не соглашаться с тем, что он пишет, но это, безусловно, очень образованный человек. Он попадал под определение интеллигенции. И когда у людей разные взгляды на то, как должно быть устроено это общество, они вряд ли объединят свои усилия, чтобы действовать. Вообще, вот вам насколько вот эта идея опять-таки близка, что должна быть некоторая, ну, может быть, не группа людей, но масса людей, которая вот будет таким неким локомотивом, вот именно интеллектуальным. Ну, неважно то, как я к этому отношусь, оно так и происходит всегда. То есть носители изменений, люди, которые придумывают изменения и которые воплощают их в жизни, ведут, это определенная часть населения. Никогда население в целом этим не занимается. Есть инертная часть, пассивная, есть активная. Не обязательно активная часть населения находится на верхушке, у власти. Бывает, что она зарождается в других слоях общества и потом приходит к власти через революцию или через какие-то другие формы. Так что оно так и происходило, так и будет происходить. И в нашем обществе все зависит от того, какая группа населения, с каким видением будет наиболее активная, наиболее многочисленная и способная трансформировать наше общество. Трансформация может как быстрая быть, так и постепенная на протяжении десятилетий, может даже незаметная для людей одного поколения. То есть тут разные возможные процессы, но то, что именно какая-то определенная, зачастую немногочисленная часть населения, оно очень активное, выступает драйверами изменений, это исторический факт. Очень же многие из них идут именно на то, что называется в политику, да, там депутаты или куда-то там на какие-то должности их назначают. Вот особенно в последнее время мы это вот видели. От одного из таких драйверов я услышала такое, что вот он как раз таки не пошел, отказался, и я спросила, ну почему это же так заманчиво, там, быть, занимать такую должность. И он сказал, что не надо идти в политику, надо делать свою политику. Здесь как раз таки, да, там, не где-то там, не на седьмых этажах, там, условно. Не, ну конечно, политика, это не обязательно седьмой этаж, не обязательно джокрубкинеш. Но мы же так воспринимаем? Ну это, возможно, это большая политика, скажем, это страновая. Но есть политика внутри семьи. Воспитание детей – это целая политика. Установление гармонии в семье – это большая политика. Отношение с родственниками, с друзьями – это всегда политика. Это политика в широком смысле слова. Есть политика на уровне двора, села, там, района. Способов и масштабов ведения политики очень много. Это вот то, что мы говорим. Когда человек, он гражданский активист, он политик, по своей сути. Есть другой уровень национальные, национальные институты политические и так далее, или какие-то национальные общественные объединения. Которые не обязательно могут ставить цель приходок власти. Которые готовы сотрудничать с институтами власти, с имеющимися партиями и так далее. Но вот это надо приветствовать. То есть, чем больше у нас будет активного населения на разных уровнях, которые будут осознанно подходить к улучшению окружающей жизни, то у нас вообще очень многие проблемы решились бы на местах, если бы люди были бы более организованными, больше бы на себя полагались в той же сельской местности, в пригородных зонах. Очень много проблем можно было бы решить, если бы люди работали сообща, занимались бы вот этой местной политикой. Столько талантливых таких людей, вот почему-то думать, что там главное изменение. С этого местного уровня и будет, вот если бы местный уровень был бы активный очень, вот это была бы кузница кадров для политиков большого уровня. Понимаете, нельзя просто получить диплом в университете и стать большим политиком. Надо в большую жизненную школу пройти, большой жизненный путь. Основной урок, основная школа – это вот работа на местном уровне. Вообще же у нас есть вот эта романтизация молодежи. Ну, она была, и мне кажется, она еще жива, особенно вот после революции. Вот молодежь, она у нас это, она, благодаря ей все случится, все, мы вот заживем. Мне кажется, вы тоже немножко вот попадали в восприятие общем, да, общественности, что вот такой вот молодой кадр. При этом же такая двойственность есть. Ну, вроде вот и назначили молодых, вот якобы вот дали такую дорогу, но при этом надо держать их в такой узде на коротком поводке. Вы это как-то почувствовали во всей этой истории? К этим лозунгам о том, что нужно омолаживать кадры и так далее, надо относиться сдержанно. Это нужно. Должна быть система подготовки кадров, обновления их, омолаживания. Против часов времени ничего не поделаешь, люди стареют, уходят, кто-то приходит взамен. И желать, чтобы этот процесс обновления, он был какой-то более-менее планомерный, чтобы действительно лучшие люди приходили. При этом молодость сам по себе, это не профессия, это не квалификация. И вообще, что понимать под молодым человеком, до 30, до 40, до 50, понимаете? Мы с вами сейчас можем одно определение молодости иметь. Через 20 лет мы с вами встретимся, и мы будем молодыми людей называть, может быть, которые старше нас сейчас с вами. Молодежь тоже очень разнородная. Там кого только не встретишь. Структура молодежи, она в целом соответствует структуре общества. Поэтому, еще раз говорю, я бы вот на вопросе возраста слишком сильно акцент не делал бы. Мы подозреваем, что иногда молодых ставят, потому что они более послушные. Как иногда можно думать, но можно и заблуждаться, потому что молодой человек может быть как раз-таки очень непослушным. Бонтарем. Так что тут разные ситуации. Я поэтому, это такой один из ложных дебатов. Я бы в эту тему старался бы не углубляться далеко. Это тупиковый вопрос. Так что, я думаю, важен, сколько не возрастной подход, а подход мировоззренческий, компетентностный. Если это позиция, которая требует каких-то реформ, надо смотреть, чтобы человек, с одной стороны, понимал, опыт имел в подобного рода вопросах, но при этом определенной решительностью обладал. Есть сферы организации, где, наоборот, требуется закрепить имеющиеся результаты, какие-то постепенные новшества вводить. Тут другой склад характера требуется. То есть при подборе руководителей очень важно учитывать, какие задачи стоят, и какими компетенциями кандидат обладает, и какой у него психологический тип. Подходит ли он как психотип к этой позиции. У нас что происходит? У нас и первый, и второй отсутствует. У нас зачастую людей ставят, перед ними не ставят какие-то конкретные задачи. Либо это задачи, которые большой общественности неизвестны. Но зачастую действительно никаких задач нет. Или ставят задачи, через месяц они меняются. Вот это реалии нашей государственной управленческой среды. А во-вторых, вот человек приходит на должность, не имея ни опыта, ни компетенции. А я уже не говорю, никто не изучает психотип, и подходит ли он по психотипу на эту позицию. Больше процесс такой, вот распределение должностей в зависимости от принадлежности к тем или иным группировкам, к тем или иным регионам. Это вот для распределения ресурсов, чтобы как-то укрепить положение определенной группы власти. Ну, естественно, от этого страдает дело, от этого страдают результаты, от этого мы не добиваемся того роста благосостояния населения, которое мы хотели бы иметь. Более профессиональный подход, он бы обязательно привел к той формуле, о которой я вам сейчас говорю. Надо понимать, что человек умеет, какой у него опыт, какие у него компетенции, потенциал какой у него, психотип какой, какие задачи стоят перед ним. В одной организации, в одной отрасли на определенном этапе могут одни задачи стоять, потом другие задачи стоять. Есть кризис-менеджер, да, понятие. Вот если в кризисе организации нужен один человек, кризис преодолен, нужен другой человек. Организация на стадии зрелости, да, нужен уже другой тип руководителя. Ну, у нас же не считаются с понятием общественного блага, личные интересы во главе УПА? Я думаю, стоят, но всегда, знаете, вот, когда человек у власти, у него есть два уравнения, которые решить надо. Одно – это нужно что-то делать для страны, потому что если результатов не будет, тогда это провальная политика. С другой стороны, для того, чтобы что-то делать для страны, нужно иметь контроль над механизмами управления. А для этого нужно укреплять власть, понимаете? А это предполагает зачастую действия, которые вступают в противоречие с… С первым уравнением. Да, с первым уравнением. Вот, и для любого там президента, премьер-министра и так далее, вот это непростая задача стоит – найти баланс. Ну, иногда люди думают так, что вот я сначала укреплюсь, а потом займусь. Ну, никто им на это время не дает. Пока не укрепляется ситуация, деградирует до такой степени, что они уходят там в том или ином виде. Поэтому приходится решать это одновременно. И это очень сложная работа на самом деле. Я не завидую тем людям, которые в этом положении находятся. Интервью, которое вы даете, вот, когда после назначения ректором ОПКР, у вас глаза горят, да? Ну, насколько вот мне показалось. То есть вы там говорите, очень оптимистично звучите, говорите о подготовке госкадров, о борьбе с коррупцией. Ну, то есть вот прям видно, что вы как-то были вдохновлены. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вот этот оптимизм, по крайней мере, в некотором роде, некоторые вот эти вот надежды, сохранились ли они после этой, ну, насколько я могу догадываться, неприятной для вас ситуации? Ну, я живу по принципу, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Поэтому оптимизм — это такое дело. Я думаю, если он у меня есть, он у меня был одинаков и 10 лет назад, и сейчас. Пересмотр взглядов на какие-то вещи, он всегда происходит, но это не обязательно должно быть связано с какими-то определенными событиями. Эволюция взглядов у любого нормального человека, который в процессе обучения, в процессе познания находится. Я считаю, что современный человек, он должен свою жизнь организовать как процесс познания. То есть каждую встречу, каждый новый опыт работы с кем-то на каком-то месте, каждую новую книгу, новый просмотренный материал воспринимать как образовательный материал, учиться на этом, осмыслить всю эту жизнь, это процесс обучения. Мне кажется, университеты должны, прежде всего, людей учить, обучаться на протяжении всей жизни в любых условиях. Если университет это дает, эту компетенцию основополагающую, корневую, это успешный университет, и выпускник, который этому учится, он успешный выпускник. Он сможет в любой ситуации, как мы говорили, адаптироваться, он сумеет решения найти. Поэтому взгляды, конечно, эволюционируют, я продолжаю научной деятельностью активно заниматься. При этом уровень оптимизма такой же, я очень верю в нашу страну, в наш народ. Я думаю, что очень большие перспективы у нашей страны. Разве спада в этом оптимизме не произошло, после которого пришлось восстанавливаться? Нет, абсолютно, абсолютно. Ни в коем случае. Я очень на вещи смотрю реалистично, в моем понимании. То, как мой уровень интеллекта это позволяет делать. Я в управление из науки пришел, поэтому я научный подход во всем стараюсь использовать. Поэтому мои взгляды я стараюсь так или иначе научно обосновывать. Так что, еще раз, оптимизм – это эмоциональное состояние, оно может ничем не обоснованно быть. У вас сегодня, может быть, хорошее настроение, завтра у вас гормональный фон меняется, у вас плохое настроение. От этого мои взгляды не меняются, наверное, на вещи. Поэтому я бы здесь вот об оптимизме не говорил вообще. У меня есть определенное видение страны, видение того, что было бы хорошо для этой страны, для повышения благосостояния населения. Какие возможности у этой страны. И мои эти взгляды, они меняются со временем, но какого-то такого сильного радикального изменения не было. Хотя вот вы же про оптимизм говорили, про оптимизм крыгызов, крыгызского народа. Ну, о том мы говорим о менталитете, вообще эмоциональный, может быть, фон преобладающий в народе. Я думаю, что это характерно очень нашему населению. Очень-очень характерно. Ну, а тем не менее, вот как не перепутать такие надежды с какими-то иллюзиями? Чтобы поменьше было иллюзий. Ну, и знаете, можно представить себе ситуацию легко, когда человек, именно потому что он ошибался в своих взглядах, ему удается сделать что-то интересное в жизни. Такие счастливые ошибки. Поэтому здесь категорично судить нельзя. Иногда могут заблуждение, оптимизм дать. Оптимизм может быть обоснованный, понимаете. Всегда же есть вероятность. Вероятнее, что получится. Вот это можно назвать таким оптимизмом. Вот как Вы к такому пришли, что не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться? Потребовалось много лет, чтобы научиться как-то жить в соответствии с этой мыслью. Потому что можно много мыслей иметь в голове, но жить совсем по-другому. Ну, я стараюсь. Не всегда получается, но я стараюсь как-то этому правилу следовать. Это непросто на самом деле. Но я бы никому не хотел это рекомендовать. Это то, что я для себя как-то сформулировал, то, что мне кажется правильным, для меня подходящим. Но, может быть, для кого-то это будет неприемлемым правилом. Поэтому... Почему оно так хорошо звучит? Ну, не все хорошо, что хорошо звучит. Это очень индивидуальная вещь, я думаю. Вообще, давать советы о жизни – это очень ответственное дело. Конечную мысль, конечный вывод должен сам человек делать. Не ошибаться, он сам должен, конечно. Я должен каждый человек в своей жизни для себя свои собственные правила придумать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!